Наверное не полностью. Как тебе впечатление вообще, Сирак? Да, от таких концовок впечатлений нет вообще. Потому что это... Вот, всё. Всё, что я хотел сказать. У меня такие же примерно слова по этому поводу. Это было действительно плохо. Если не понимаете о чём мы, дорогие друзья, посмотрите первый карту. Или лучше не смотрите. Ты, надеюсь, прочитал сообщение в нашей конфе? По поводу... То, что у тебя на экране. А, да-да-да, всё, это мы справились. В Endgame Huda стояла SE квалификации. Поставил в Европу, всё в порядок. Вот, карту под Уберем 2. ВП против Team Alternate Attacks. Spirit FP от FNG. Alternate Attacks отвечает пикмастера Oracle. Забанили с Supremo, то есть его инбокера сикнатурного. Полный порядок, ну и... Ну, честно, нельзя как-то что-то сказать по поводу прошлой карты. Ну, реально ВП. Ну, давили, давили, давили они эти 45 минут. И потом... Снесли... Четыре барака. Ну, умерли, да, хорошо там. Ну, потому что шёл размен на бараках, там на байбах это всё. Отыгрывались ATN. Ну, потом они просто пошли по миду. Подожди, своих дупых героев пока не выйдут из таверны. У тебя там есть байбайки там на парочку героев. Ну, зачем ты идёшь драться? Пытаться там 3 на 5 отбиваться. Ну, вот Серёга прыгнул. Ну, зарандомил его медведь с корнями сразу. Корни, баш, всё вместе там прилетели. А там бисмастер же поймал ещё направил. Да? А я просто он тупо не успел на аркан орбе своём улететь. Его корни, он же шифтануться не может в корнях. А пока аркан орбе улетит далеко, он же не может там через 200 ранжей сразу отбрыгнуть. Ну, потому что его сразу же убьют там, да? Вот. Он ждал, пока аркан орбе там куда-то далеко своё улетит. Или Зори орбе, то есть. Сразу словил он ворорку. Да, извините, я тебя перебью. Это на самом деле, я вот в это не особо верю, в эти суеверия, но это карма. И вот карма, она штука такая. Вот ты испытываешь свою судьбу, ты раз не пользуешься своим преимуществом. А я верю, поэтому так и обычно происходит. Да, да, ты вот первый раз не воспользуешься преимуществом, второй раз, третий раз. Тебе твоя игра подарила раз пять. Короче, стандартное такое есть выражение. Не забиваешь ты, забивают тебе. Ну да, то же самое. Ну это работает, реально работает. И Virtus.pro сейчас с этим вот столкнулись лицом к лицу. Ну хорошо, раз вы не хотите выигрывать, раз вы не хотите побеждать, когда у вас есть там тотальная доминация, и просто окончите первую карту по тех порой, вот получаете. Цены просто грамотно закамбечили. Я даже сказал, что вынужденно грамотно закамбечили, потому что у них вариантов других-то и не было. Они просто пошли по миду и сделали все четко. Но в любом случае за стойкость, за то, что они терпели, им отдельная благодарность, и они молодцы. Поляки, конечно. Ну посмотрим, что будет карта по номеру 2, конечно. Я даже не буду ничего загадывать, просто посмотрим на драфты. Войт появляется в Virtus.pro. Войт, да, ну вот про что я как раз говорил, что вот Артемка на Фарионе неплохо. Он себя, ну, показал в этой игре. Вот на Войде мне его игра абсолютно нравится. Не знаю, тренировались, может, они эту неделю. Тренировал он это в Войдах, где-то в пабах там. Посмотрю, как он сейчас будет его исполнять. Ну вот последние там игры, когда он проигрывал, по-моему, Калмоне там проиграли ТВП. На, по-моему... На No Digity, нет? На League Money? По-моему, и то ли на No Digity. Ну, просто League уже столько. Это и Epicenter идёт, и BTS, и там это всё. Он дремлите по серфе не проиграли на No Digity. Счётом 0-2. Нет, это... Давно было, по-моему, недельки... То ли... Не 10 назад. Ну ладно. Ну вот, он мне тогда на Войде не особо нравился, как он играет. Он, во-первых, с отрицательным счётом заканчивает. Во-вторых, не дофармливает, где-то там боится. Ну, он макро-игру понимает хорошо, а в микро ему нужно, конечно, подтягиваться очень сильно. Вот, я нашёл против Ad Finem две карты подряд. В НГ на бой. Тикатал. Ad Finem, да? Не нужно. Или... 1-1. Ладно. Свен появляется у нас. У Team Alternate. Вообще, опять бисмастера того же забрали. Сигнатурного бисмастера, про которого я говорил вообще перед началом прошлой карты, что... Это один из самых, наверное, крутых персонажей для Team Alternate. Вот, Oracle ещё появляется и Свена добавляют. Ну, Свен такое. Видел уже как раз-таки игру Team Alternate с этим Свеном. Ну, он... Экзотик Дир умеет на её фармить. В принципе, умеет фармить. Да, но он умеет фармить, и это её самое любимое занятие. Да, и... Ну, примерно план такой же, как и с Медведем. То есть, даже если всё плохо у вас поначалу, он просто фармивает себе свои артефакты, фармит, 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 а потом в один момент прыгивает. И всё. Побеждает. Такой. Герой довольно простой в обращении, скажем так. Он тут фармить по началу, конечно, будет всегда. Да. Тысячи полторы. Да, да. Причём в АОЕ. На большом. А Зевса добирает себе Virtus.pro. Герой для God of Mid. То есть, наводит сложный FNG. Это мы уже выяснили. Спирит у нас будет бегать ровно. Ну, фирм, наверное, в черный раз он на нём будет играть. Что остаётся? Остаётся суппорт, остаётся мидер для Team Alternate. И остаётся суппорт, и остаётся керри для Virtus.pro. Посмотрим, что сейчас придумают. Красава ещё в пуле есть. Кстати, как вариант. Можно вот уже зная мидера противника своего мидера играть. У нас... А, вот я в бане, извините. А, нет. Инвокера нет. Да так тоже. И имеется ещё, если на нём... Ой, слышу, под Свен ДСК Supreme умеет играть. Да, это всегда очень крутая комбинация. Всегда доработает. Свена прям вообще замечательная. Под Dream Coil. Свен бегает в радиусе и раздаёт. Пока Тускара взяли, оставили на ласпик 7 мидера. Да, это роминг будет. Это роминг. Это как раз таки, скорее всего, будет Эль Лисаш на нём играть. Какая-то, типа, замена Эр Спириту. Да, да, да. Ну да, я надеюсь, чтобы не было такого, что Кейсер там Тускар вообще сядет. Что у Кейсера, прямо сказать, не особо хорошо на том, что получилось немного побегать, там, пороумить. В этом плане Лисаша покруче смотрится. Посмотрим в любом случае. Так. Твердый пик от Virtus.pro. Ждём ещё одного суппорта и ждём керри. Ну, суппорт уже один есть. Роум ещё бегающий герой четвёртой позиции. Можно взять няньку для своего будущего керри. Можно уже подумать о том, что где-то там против Свена придётся бороться. Какие-то такие, может быть, рейнджовые, кайтящие суппорты. Уже на Reddit появилась тема Virtus.pro is back. Да, я читал, я видел. Ну, там, на самом деле, ничего не написано. Это просто ссылка на бот. У нас бот тоже появится с темско нашим ютуб-каналем. Спожди там посмотрите. Virtus.pro делает вообще всё для развития киберспорта в Польше. Это твит-твит пилата, я читаю. Ну, ладно. Надеюсь, на тонную Best of 3, чтоб, совершив ошибку в первой карте, такую фатальную какую-то, чтоб ты её проиграл, быстро поиграть вторую и не слить. Это оптимальный вариант, но нет. Лучше выиграть две следующие карты и пройти дальше, и сражаться. Сражаться, сражаться. Всё-таки ESL. Лига-то неплохая. Воевать здесь не надо. И команде, как Team Alternate, проигрывать ни в коем случае нельзя. Всё-таки парни-новички в компетенте, в Dota-сцене. И таким грандом, как VP, хоть и с изменённым составом, да, хоть и не потренировавшись с определённым количеством времени большое. Но Team Alternate они должны обыгрывать. Подолжены, конечно. Но надо понимать, что Team Alternate Attacks — это команда, которая уже существует два года, на 7-е Pro-сцене. Играют постоянно в европейских средненьких лигах. Тир-2 примерно. И состав они практически свой не меняли. Единственное, у них там два игрока за всё время изменилось. Но это, в принципе, не особо было важно. И понятное дело, что команды, которые более-менее стабильным свои составы держат, в момент решафла, в период решафла и после него первые две недели они доминируют. Именно поэтому там у Team Alternate Attacks победят в Fantastic Five, победы где-то ещё. И сейчас против Virtus.pro 1-0 ведут. Ну, просто потому что другие команды ещё не адаптировались и свой геймплей не нашли. Да, потому что у них хотя бы есть какие-то наработки. А команды всё ищут, ищут, ищут. Ну что ж, SpinRanger. Last Pick от Team Alternate Attacks. Признаюсь честно, Supreme я не помню на VR. Наделилось пока ещё видеть. Ну, посмотрим, сколько он хорош. Ну, пик уже довольно интересный. Фармим и пойдём. Есть кому, есть кому инициировать, есть кому драться, есть кому и проказ заливать. Всё так, в принципе, нормально. Всё синергично очень. Virtus.pro Last Pick, это должен быть по идее керри. Ну, вот взяли они ту самую Рину, как раз-таки, как по няньке. При всём она ещё и может, в случае чего... На более поздней стадии. Пока... Не захотели брать пораньше. Да могли. Ладно. Слоп. Эльтернейт. Хорошо. Я бы лучше сказать, конечно, сначала. Ну ладно. Путь моей команды. Ладно. Ладно. Играет на Сларке, Лэхэдэн на линии, Гот будет играть на Зевсе на мид линии, No Fear, Supporter of Spirit и No Flame будет играть на Альтернэйт. За этим Альтернэйт на Таске будет играть Эл, Элисах, Экзотик Геор будет исполнять на Свене, Ниша будет играть на Флэйн без Мастер, Кейсер будет играть на Оракли и Суприм будет играть в миде на Виндер Рейнджерке. Ну что, ну разбегаются. Пока вроде все вполне очевидно. Элисаж взял себе Тускара, это очень здорово, что Элисаж каждый... Ну мы это как бы предполагали, в принципе, это такой замена Ф спиритом. В спину, в спину уходит, ой-ой-ой, там должны видеть четыре героя, сейчас птичка еще полетит, пропалит, что там. Сейчас только Ф3 нажму, как там Вижен. Спирит пока был виден. Да-да-да, ой, они забежали, очень круто, все, пропалил, 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 пропалил этого спирита. Ф2, стоят очень хорошо, они не понимают, что у меня в спине, ребята там тусуются в спине. Все, теперь видят. Так что вылетать здесь нельзя, Ниша или Саша, они могут здесь просто-напросто слишком много лететь. И сверху, сверху Руду должен халяву забирать, но здесь, понятное дело, никто не будет воевать, то Йоку. А Йоку видит? Нет, не видит, не видит, не видит, не видит, ой, как очень опасно стоит, очень опасно стоит у нас. А его увидели, этот, он сноуболит, снова сноуболит, и Руду забрал. Нет, он очень все круто сделал. Элли Саши? Ну да, он рисковал, конечно, но тем не менее, попытался, попытался здесь за хайлайт, так, и не момент. Да, он не хотел, че-то. Таймилка. Не прокликал-то. Там Зевс просто ближе немного к баунтеру, не все же стоял и... Элли Саша, по-моему, думал, лишний шажочек вперед сделать. Он прям в нужную точку докатился. Но, в любом случае, было интересно довольно-таки, Элли Саши уже начинает показывать нам, что он пытается играть в таком вот образом. Да, вот, вот просто я говорил, как раз в этой первой... На первой карте. Ой, это не на первой карте, а на предматчевой аналитике. То, что вот как раз эти дабл-линии с бисмастером, когда приходит к нему Элли Саши, вот с этого начинается самое вообще зло у них. Потому что они реально умеют вдвоем отстоять эту линию, даже против триплы, спокойно. Ну да, главное, действительно, отстоять, потому что можно так-же снова болить с упортом противника и погибать. И будет неприятно. Вард стоит, у них они все прекрасно видят, конечно, поэтому ниша более-менее держит дистанцию, старается крипов убивать, если кто-то будет выходить, он быкополучно отойдет. Закрадывается. И... Ой-ой-ой, ниша может терять. Эллок дэнс еще подходит. Ну, да, Фюрсблат. И уже тут... Дистанцию таки не держал, те же ниша. Ну, подстрел, если бы ушел от камня спирита, то заманцевал бы от Йоку как раз. Ну, хорошо, грамотное ВП. Грамотно цепанули. Потому что, товарищи, Элл и Саш ушел. На меди закат. Напрягает. И вынуждает и спирита сюда ТП-6. Отменил. Отменил спирит ТП. Да, наверное, не стоило особо все-таки далековато находиться в Эрк. Она бы точно не помогла. Хотя, второй поваршот... Да не-не-не. Много у нее слишком хп там. Вряд ли. Вряд ли пробил бы. Так. На топе. На топе у нас ФНГ. Пытается там как-то получать Экспу. Второй левел уже. С башем. Воюет. Ну, на Оракле, конечно, довольно удобно угонять этого Фестл из Фойда. Особо не страдаешь. Дистанция даешь ему точки. Но в ближний бой вступать нельзя, конечно же. В ФНГ. Может и поломать лицо. Хилинг селф юзается. Из-под хила просто 4 тангуиска осталось. Еще здесь ФНГ будет довольно долго стоять. Да, у него еще полманшилд. Его на самом деле трудно пробивать. А у товарища Оракла уже регент-то заканчивается. Он еще фласку провязал. Ой, и зачем на него фласку-то провязали? Просто одной тангу мог отбиться. Нельзя еще размениваться. Нельзя еще размениваться. Свой дом он сейчас чуть... Слушай, а там еще тускар есть. А, ну вот так вот можно вылетать. Сноубол здесь не поможет. Айшардов нет. Поэтому ФНГ на развороте с крипами вместе. Да, на развороте под парманшилдом. Плевать вообще. У нас Сноубол, блядь. Так, но ФНГ будет еще один тайбол. Через 4 секунды правда стан на ЦВ, а ну и ФНГ. ФНГ, ФНГ. Ну загулял, загулял. Конечно нельзя так бывает. Надо ждать тайбол, а потом можно выпендриваться сколько хочешь. А вот так вот нельзя делать. Ну да, как-то не подрасчитал здесь ФНГ. Сыграл слишком агрессивно, слишком дерзко. На этом подловили. Ну там все-таки все довольно просто. Да, стан, стан, дизейбл, дизейбл. Пару ударов скину. Пробили даже через полманшилд. Ну и так вот по разу оффлейнеры ошиблись у нас в обеих команд. Но, правда, у ВП был все-таки феррис 2. Да, и на миде. На миде у нас ровник стоит, ребята. Суприм. Хорошо, 19-3 против 17-3. У товарища Сергея Брагина, угода. Еще аркейн ру, но слушаю, очень приятно. Вторая нижняя. Можно прям спокойно спамить, спамить, юзать, юзать. Еще и потало быстро. Ну, конечно, здесь все намного проще, чем в ВР. Все-таки нужно это учитывать. Хоть у ВР есть тоже нюк, но все-таки девс. Симпатичнее смотрится с внешней молнией. Да. У нас снизу опять, опять, опять война. Опять война, опять война и не туда. Покатя, нет. Все, все правильно. Саш покатился, разменяли. Хорошо, разменяли. И там еще. Йоку как уходит. Опасно очень. ВР, на самом деле, могла сместиться туда. И попробовать убить этого Йоку. Но он нет. Нет. Пошла почему-то, да. Попробовать. Возможно, просто вообще не обратила внимание на то, что снизу происходит. Она была занята тем, что с Зевсом разменилась. Там заглядишься немного, в другую сторону посмотришь. Накроют тебя верхний, нижний. И отправишься вверх. Замес у нас дикий. На этой нижней линии. Ой-ой-ой. Алоха. 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 Встрет. Алоха. Встрет. Он не успеет уйти. Скорее всего. Кабан выстрелил. Кабан не отпустит. Тычку еще одну нужно встать. Йоку, фэри файра, лоха неплохо, но Йоку ты не смогу драмазить. А почему паунс не дал? Сейчас паунс. Будет давать? А дай этого почему, можно балову поспать. А там что, Энуфир будет окатываться своим камнем по двоим? Хорошо, с дабл дэмажем. С дабл дэмажем Энуфир. Тычка сюда. Ой, куда ты? Зачем? Мувской тычку дай полисашу, добей его! Ты что? Ты что? Господи! Он еще уйдет! Энул из Аж уйдет! Йоку будет быстрее. пять спиды побольше, но Йоку дальше просто не прошу. Боже, ну фиерррр! Ну просто фиерррр! Ну просто течку дай товарищу... Тоск. Фиртус ПРО! Ребят, что? Что вы? Собери, пожалуйста. Я вас очень прошу. Но это слишком... Слишком больно смотреть с таким. Что за ошибки? Ошибки детские. Так их вообще нельзя совершать, такие ошибочки. Но Фир с дабл дамажем. На мидл выйдет. На 2 скила есть 150 маны. Дабл дамаж заканчивается. Суприма там винраунд все же есть. Он ждет. Он ждал маны у года. И появилась ульта. И теперь можно катиться. Но там и Тускар на сейве. Тускар на сейве, но его с прокаста убьют. Суприма. Пока как-то на эфир не верит в это. Левел 2. По-прежнему думает, приценивает. Состоит в кустах. И вот прокаста убьют. Он не успеет, по идее, восстановить. Ой, завязать свои стики. А если успеет, там замедление будет, там еще откроется СЦ-ка. А, так подожди. Сразу прокаста пока не хватает. Писта 10? У него боттл. Не знаю. Мог от писта. Кадаясь, пришли нападать. Он еще одну нижнюю пустил, а там, лайтинг свой. Ну вот сейчас опасно. Попробуй сейчас можно. Вот-вот. Сейчас на уровне. Опа. И. Закат. Закат. На ход. Неплохо. Но эфир. Что дальше? Камень дал. Стики, стики, стики. Основывается. Феррифайр стики. Живет пока и на эфир добить. Очень грамотно. И на развороте. Слушай, тут еще Элисаж подходит. Можно попытаться кода приостановить. Ваунтеру, но год успел. Приходит. Приходит сюда ФНГ. Элисаж. Наглый. Просто верхний, все. Сбил. И Алоха. Алоха еще чуть ли не загонял Суприма на мед, где у нас тоже вышел. Как-то. И для года еще. Сейчас Алоха запалит с Эргент снизу. Это вообще очень жестко будет для Зевса. Он очень много. 37 крипов уже имеет он. В принципе, и с Вэнс. Только жду нас. Все керри хорошо стоят. Очень ровно идут. Вообще, возвращается тот любимый плейстайл для Virtus.pro. Это годолюбство. Сейчас в оффлейнер. Подошел два суппорта. Подошло все, чтобы год отжал две руны и сжил. Просто-напросто. Очень жесткий сейв. Очень хорошо помогает. Подбили здесь Ястреба. Ястреб сбит. Так, Hand of Midas есть у Йоко. Ну, стандартный, такой, самый простецкий, скажем так, Сларк. Сларк, который очень удобно выполнять QO, MP Phoenix, покупать Amidas. Дальше ПТ, дальше Blink Dagger и ходить уничтожать. У Сларка здесь очень жесткий разгул будет. Его очень трудно будет здесь забрать как-то. Если хорошо будет прожимать свои Dark Pact'ы и Shadow Dance'ы, то его реально здесь нечем половить. От привязки всегда может двое. Dark Pact, потому что он долго летит. Бисмастер тоже долго замахивается. Всякие Snowball и там Стан и Свена. Это всегда можно в Shadow Dance от них уйти. Да, главное Йоко просто успевать эти кнопки все нажимать. Если ты где-то немного завтыкаешь, буквально на полсекунды в тебя что-то, один из этих дизейблов залетит, и ты уже из прокаста просто не выйдешь. Тоже довольно часто бывает. Максим у нас катать умеет. Оторвался он до позиции керри наконец. Он за свою карьеру, скажем так, побывал и оффлейнером, и мидером, и керри, и суппортом он тоже был. Я побывал. Да, играл на всех позициях. Олмайти. Всемогучий. Налог, кстати, тоже такой же. Налог, разве что я на оффлейнере не помню. Да, на гормидеон играл, он керри играл. Пиздец играл. В НГ у нас тоже оффлейнером сейчас находится, да, суппортом был. Правда, вот на других королях я его не видел. Может быть, где-то там в УПРах когда-то. Но Борде там тоже суппортом был. Окей, много функциональные ребятки у нас. Так, надо в Virtus.pro как-то задуматься о бане эйшентов. Потому что сейчас Свен себе настакает, придёт. А это дополнительные две тысячи нетворса, как с куста. И, конечно, нужно пресекать эти стаки. Да, совсем забыли, конечно, про Exotic Deer, а он спокойно на лёгкой линии стоял. Правда, нетворс топовый так вынести себе и не смог. Четвёртый лишь на карте, но отставание незначительное. Скиллов нету, поэтому... Ну, впоследствии, опять же, за счёт этих самых эйшентов. За счёт стакок в лесу, где-то всё зафармит. Причём, сделает очень быстро, пока у него третий глиф. И поддворс он, конечно же, сравняется. И вниз у нас идёт перемещение. Будет произведен смок. Попытка реализовать, так поймая, Primal Roar. Готовый лисаж. Готов также Ораклы ему способствовать. За нанесение ущерба по рогу Йогу. Так, можно, нахотов. И успевает уйти. Но Волоху Дэнс подцепят. Никого они не подцепят. Да, аминьками паралл вашей. Да, хорошо, ушёл. Ну, его реально трудно поймать. Если бы таск накатывался, он бы прыгнул бы и ушёл бы в шаду Дэнс. Ну, просто нереально ловить его... Вот так вот, его нужно как-то из куста сбоку. Чтоб он этого не видел. На реакции там. Ну, чтоб... Блинка что-нибудь такое. С блинка даже трудно. Тоже... Долго всё кастуется. Нет, да-да-да. То есть реакция, если у Йогу есть, она у него безусловно есть. Он благополучно одну или там кнопку нажимает и благополучно. Так что поймать его действительно здесь на месте очень трудно. Тем более, что помогают суппорты. И Нофир со Лохой всегда оказываются в нужном месте, в нужное время. От этого, конечно, немного Нофир пострадал, потому что третий уровень. Зато Лоха имеет ЛВ6, есть лагуна. И вместе они прожимают смог. Смог этот не видели АТН. Упытка будет подцепить. Я думаю, на бисмастер будет. А знают ли они, что там бисмастер? Он заблочил еще на фир, еще грамотно крипов. Не сделал пачку. Поставил вард. А этот вард у нас блочит интересный. Или он? Что у нас еще дают? Как у чего он за vision дает? Он прям на углу поставил, слушай. Прям вот на углу этого самого квадрата. Что он дает? А, там. Квочит? Я просто скажу, нет, просто квадрат не включен. А. Он говорит, на альт нажал, показал зрителям. Да. Надо включать все квадраты, потому что они очень полезны как раз таки. Когда смотришь... Ой-ой-ой, как стерли сейчас. Но надо теперь пытаться мстить. Суприм здесь, тускар подходит. Есть, конечно, шекл, алоха, попрошот. Ну, один в один. Пятая позиция была разбитана, спокойно. Вполне себе неплохо вышло. Ну, единственный, наверное, минус только в том, что все-таки Суприму дали денег. Дополнительного разгона, скажем так. А там суппорт забрал фраг. Это же не особо сильно решает. А что у нас у ФНГ? Левел восьмой. Уже есть ПТ. У него Пурманшилл, кольцо себе взял. Будет делать стандартный Владмир. После Плинк. Мы знаем эти... А, стандартные. Есть Хроносфера. Уже можно пытаться ей как-то пользоваться. Можно реализовать даже как-то. Где-то с кем-то. Ну, вот, например, сейчас делает СТП. Однако здесь фарт стоит. И АТН прекрасно видит. СВЕН пропалил то, что нету. Опа-опа-опа. Сейчас ищет, ищет крипов. Опа, ищет, 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 ищет. Какой этот мерзкий вард, который не так сложно обнаружится. Очень сложно. Ну, на птицу сюда не ввести. Сразу. Бесмастерскую птицу искать эту вард. Вот, она уже летит. Сейчас найдут. Найдут, найдут, найдут. Если грамотно все сделают. Ну, вард крутой, да. Вот, без птички его очень трудно найти. Вот, все, нашли его. Нашли, нашли этот вардец. Птичка. Ну, стаки с стаками, конечно. Но, в любом случае, вирту спроты информацию получили о том, что стаки там есть. И надо попытаться как-то мешать. Может быть, даже самим навалиться и собрать. Или даже подловить, возможно, в момент, когда СВЕН будет их армить. Оставлять нельзя. Отпустили вайда. Он просто стоит на халяве, на топовой линии и просто фармит. Летит сюда. Летит сюда таск. Девятый левел уже фейслос войд. На двенадцатой минуте это очень много. У Зевса девятый левел. У Сларка девятый левел. У Вайда девятый левел. Оффлейн. Воид. У Бессмастера. Только бы не встрять сейчас. Только бы не встрять. Потому что со спины заходит уже СВЕН. Там дальше идет еще и ВРочка. Пытается уйти ФНГ. Будет у него хронок. Аккуратно, чтобы поставить, чтобы сцепить. Мы поймали еще. Очень круто поймали. Сейкл. Ай-яй-яй-яй-яй. Минус 2. Круто действительное сейчас ATN. Очень круто все. В спину зашли. Еще... А, Бессмастер через проказ. Через Прайм Урона. Сказал. Вот так вот. Даже без топорик. Бит. Да угрок будет еще забирать. Ну, надо конечно сейчас очень серьезно ошиблись. Потому что два персонажа с хорошим левелом погибли на топе. Дали фарм СВЕН. Опять же ВР. Пушка с вами тавр будет падать. Ну, я думаю, тавр падать не будет. А вот покоцать его хорошо. Стоит. Дальше пошел у нас отводить и тейшентов. Опять не получилось. Вот это. А, собственно, эсцентрик не мешает этому? Посмотри вот эти, да. По... По зоркам. Не заблочил случайно? Вроде нет, но... По ощущениям... Но у тебя зона включена же, нет? Да, да. Я включил. Ну, то есть вне зоны. Вне зоны. Он просто значит плохо отвел. Бывает. Крепы иногда бьются головой. А в друг друга. И не проходят. Там ганг тем временем под смоками от вертпрофа. НГ первый. Идет. Супримом хочет накрывать. Чем-то хроносвера то нет. Таймдилейшн 100 есть. Саленс дали. Камень дали. Спрокаста слили. И ниже не того, что время подойдет. На халяву. Хороший размен. Хорошая компенсация за фар. Сларк улетает на топ у нас. Сларк сейчас тоже появится какой-то артефакт. Скорее всего это будет какой-то, наверное... Блинк либо Шадоу Блейд. Какой-то атакующий артефакт. Ну и лучше Блинк здесь купить. Потому что там появится третий Некры скоро. Их гейм рано или поздно возьмут. И в Шадоу Блейде так не побегешь. Круто. Ты его можешь реализовать. Ой-ой-ой. Ниша. Сразу Телепор, да. Что делать с Эйшентами? С Эйшентами что делать? Сейчас Свен сюда придет формить. Он уже здесь. Он 11 левел. Уже пришел их формить. Вот смотри. Свен. Сейчас Сларк его на 1300 обходят. Свен его сейчас догонит. Веру прямо сейчас. Все. Подключает на ГТС. Подключает Варкрай. Клип четвертого уровня. Готов. И режем. 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 Минус 200 от того, что он заработал. Пам. Пам. Ну то есть Чугалл и 200. И Рогдалл как раз таки. У нас Сларк сразу. Просто. Слушай, как грамотно делай. Пока ГТС работает. Еще и Рошана залетел. И команда к нему потягивается. Ничего и нет. Они уже заварители. Это Виртус Про. У них нет здесь Вижена. Вообще никакого. Они очень круто все делают. АТН и красавцы. Сейчас очень грамотный плей. Сориентирулись. Вовремя сообразили. Смог нажали. Он просто прыгнул на пленке. И Аегис еще достает. Прям очень-очень много. Он догоняет. Да, по графикам то уже вышли в ноль. Хотя проигрывали до этого. Полтары быстрее. Упадут нормально. Аэрошаны все-таки нет. Нет забрали. Да. Но с другой стороны правда тоже. Ведь Виртус Про по одному. Там бегает Лисаш. Лисаш. Встрет. Много пробивает его в Йоку. Еще до факта. Лисаш есть еще сноупол. Но Злевс накрывает молнию. Простой. Не успел. Лисаш сообразить. Абисмастер терению внизу очередной килл самостоятельно делает. Абисмастер просто халявый. Вот это его игра. Вот если про него забыть. Дать ему хороший старт. То он сейчас начнет тут. Всякие гадости делать по карте. Этот товарищ. Ниша. Нашел свою нишу. Нашел свой бисмастер. Ниша. Нашел свою нишу. Хорошо сказано. Летают там у него два ястреба. Кстати в чужой лес полностью. Их контролем. Все видит. Еще и вард поставили один. Ну пока ничего не понятно. 16 минут прошло. Где-то поначалу может быть неплохо побегали Виртус Про. Но вот теперь и АТН поднимаются здоровски. При этом не забываем про Свена. Конечно же парень. Продолжает фармить. Продолжает бить крипов. 0-0-3 у него стат. Да. Дэвел двенадцатый. Блэкенбар наверное будет фармить первым витамом. Скорее всего. Здесь он будет полезнее чем с Энджин Йошу. Либо вообще не драться. Пока ты не соберешь с Энджин Йошу Блэкенбар. Либо ты собираешь Блэкенбар и готов принимать драки. Блэкенбар можно с Энджин Йошу собрать. Здесь очень жесткий Мэджик прокаст. Поэтому лучше Блэкенбар первым этим собрать. Вторая некра. 16 минут. Дисмейстер. Так. А вот увидели Алоху. Залетает у нас очень быстро Свен. Под ГДСом разобрал эту самую. Ну вот он Вижн решает чужим лицо. Конечно Хроносфера. ФНГ против. ФНГ хочет попытаться как-то отомстить. Ну давайте посмотрим. Сайленс дали. Станчик дали. Покатайс провожали. Проказ надхода неплохой. И вот Свен погибает. И он был без Айгиса. Почему? Потому что Суприм забрал Айгис. Йоку. Падает там еще. Йоку Йоку. Как связали. Господи как они просто не связали эту гост. Что это такое то ребята. Как так можно. Там. Прямо до конца. Шекл будет через 7 секунд. Тайм делаешь. Конечно очень серьезно мешает. Кисокейсер просто разводит. Фэнга. Опа. Акота подцепил еще Лисаш на Сноупол. Неплохо. Отхилкейсер на себя прожимает. ФНГ пытается сделать скил. Но конечно не снимается. Но кто сказал что ФНГ отпустит. Нет. Вестики. Он прожал. Так вот скорее все. Пускай Кот еще продолжит движение. Тайм делаешь. Фэнга пасно очень действует. Надо бежать. Хороший размен. На самом деле. С обеих сторон. Ну кстати интересно. А почему именно Суприму отдали Айгис? Почему все таки не Сван? Не знаю. Как повод если Путон хочет так врываться на блинке. Ну типа из того что наверное Винрэйджер идет впереди. А Свен там стоит с фармит. А Винрэйджер не то что даже идет вперед. А она более активная чем Свен. Свен фармит. И в таких командных действиях меньше принимает участие. Чем как раз таки Винрэйджер. А Винрэйджер он просто спейсит. Постоянно. Ну в теории должно быть так. А на практике получилось что Свен пошел вперед. А Суприм потом подошел. И удобно подстроившись дал связку. Все верно. Ну там просто халявная связка потом. Это подошел товарищ. Винрэйджер на спирите. И как так получилось связали. Ладно. Свен опять настакал там бешеное количество айшентов. Он компенсирует сейчас это время привождения в таверне. За счет выфармливания самых стаках. Он еще стоп один будет как раз по нетворсу. Он после этого кентавра пойдет на айшентов наверное. Или нет застакается. Хочет еще стакнуть себя. Смачок. Смачок хотят. А подловили там еще раз спирита. В очередной раз он нас радует своими телодвижениями. Да он все. Он занял этот лес. Его отсюда теперь выкуривать надо. Это моя территория кричит. Все. Идите отсюда. Я земля. Так он продолжился под смоками. И теперь в свои леса побежали уже АТН. И хотят оттуда противника прогнать. Сларк. А Йоку ведь. Думает ворваться или не ворваться. Если Йоку ворвет то скорее всего убьет конечно здесь. Или не убьет. Или саш туда снова пол. Не можно просто отомстить. Йоку шадоу дэнс. Раз каст от кода. Хорошо. Пускай разлили. Но в размен на лиду Йоку. Йоку должен уходить. Он сейчас отергенится полностью. В баунцах на блинках там свалил. Ну и размен 1 ботинку. Размен опять. Размен с упортом. Третья игра у нас появляется без мастера. У него очень все круто. 19 минут третья игра. Он еще не впускает никого в лес. Не дает фармить эту территорию. Это на самом деле очень много по фарму. Приседало. Да. То есть он обогнал уже Фестлос Войда. Получается. Ор смотрится замечательно. Не так сильно отставит твои ответки между прочим. Следователи. У нас очень ровнее команды идут. Вот есть даже посмотреть по общей ценности. Не сам график. Где там на 1000 обгоняют. А ну суппортики. С суппортиками ровно идут. Там керри с керри. Там уфлейнеров с уфлейнерами. Ну все ровно прям идут. Нет какого-то жесткого обгона. У какой-то роли какой-то роли. Да. Пока все действительно довольно ровно. И пытаются командовать друг другу прочувствовать их слабые места. Прожимают смоки. Кангуют нон-стоп. Перемещаются. Сейчас Йоку пошел. Справа пытается обойти. Врывается на Кейсера. Кейсер на себя должен давать ультимейт. И он будет подхиливать. Также стараться. Сейчас Суэн. Суэн подает его. Суэн ульты нету. Суэна нету ульты. А он фармил стаки. Эншиттер. Ой-ой-ой. Даже не Эншиттер. А у него просто кулдаун было. Суэн неплохо раздавал. А у него кончил Саэн. Великолепно. Да. Беда. Ниша идет. У Суэны есть ГТС. Но пока не тратится. Лоха под себя стан. Топорики получает. Кабан грызет. Некромиконов вроде как приостановил. И разбежались. То, что началось на с 2 в 3. 3, но не самый крутой размен. Ну, хорош купол от ФНГ был. На самом деле. И там разменяли сразу этих суппортов. О, моментально их убили. Да. И Суприм вроде своего импакта тоже не особо внес. Конечно нанес 1200 дэмэджа. Но погиб слишком быстро. И все-таки. А магический прокаст его мочит. Надо бы ему тоже призадуматься о покупке БКБ. Если БКБ здесь конечно тяжеловато будет. Да. Старает его быстро. Ну, после дайгера может как-то. Ну, не после дайгера. После контраганима может задуматься. Еще один сайк получил. Дейд Нейшн. Теху с Вэном. Но ГТС он не тратил. Можно вполне прямо сейчас пойти. Можно. 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 Еще поднимем себе полторы тыченки где-то. На один стак больше, чем в прошлый раз. Так. Ну, у него вот есть БКБ. Но что в следующем можно Сэнжин-Я? А, они вообще смачок. Смачок смачок. Смачок смачок сейчас кого-то важного поймать. И на самом деле можно мидлтауэр забрать. Они знают, что у ФНГ нет хроносферы. Они пытаются этим воспользоваться. Отсутствует ключевая альтимативная способность. Повторяются. Варкрай прожали. Ставят арт-сервер. Сэнжин-Я? 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 Сэнжин-Я, на годы. Варримите хроносфер. Вот теперь кучевый ФНГ готова по-троим. Йоко с одной стороны и с другой стороны прибивает. Зевс раскаста очень неплохо все сделали. Правда, Зевс в итоге погибл и небо межа ниже тоже погибает. Один в три. Ну, Паша-то Денсом сваливает. Изотик Дирать, конечно, бегает под ГДС. Никого убить не может. Ныряй дальше Йоко. Ночи, я не выйду без помощи Дарпакта. Нормально, нормально, ну же так он. О, хасты. Хасты валяются, хасты валяются. Хасты, хасты, Йоку хасты! Пошёл, пошёл! Бежать, бежать, дыгнать, дыгнать, дыгнать! Нырячь, нырячь, паунс он цепил, зотехтир! Это паунт пытается сделать, зотехтир! Уходит ли? Да, уходит. Грамотно. Очень грамотно. Ну как-то слишком жёстко пошли АТ набираться под вражеский тавер. Там, понятное дело, что на тебя сейчас хронофейру поставят. Лисаш, вылетает нас из игры. Ну, ровненько битва, на самом деле. Да, если в первый раз, когда они вард ставили, Тут самый вардовый гамбит исполняли Если бы они залетели, там еще у ФНГ не было хроносферы Но вот немного затеснились, там отошли Все самые калдаун прошел И ФНГ уже порадовал противника Получилось здорово Да, и действительно все довольно ровно 16-17, 23 минуты игры у нас позади В карте пока ничего не понятно Но мы помним, что в Virtus.pro ввели на этой минуте Уже очень много в той карте, в первой И чем это закончилось, мы все прекрасно знаем Вообще ничего не ясно Да, здесь Сван в игре Ну и Войт тоже, в принципе Возвращение, полярка И будем смотреть дальше Так, попытка снести тавр Юзается клип, куча ТП Так просто тавр ТН давать не хотят Теперь они тоже знают, что нет хроны Вроде как можно навязать борьбу С другой стороны СВ на ГТС тоже не имеется Ну и без хроносферы Хуже Хроносферы дают очень много Тем более в детстве еще в ультимейте нету Сван, мне кажется, пора за ферментейшн в тебя И хватит старкать их просто Но он реально мог уже тысячи Старкать никогда не бывает мало Он мог на старкать еще больше А там последний раз не получались, просто они с вами Может старкать их начать бить Скати появляется время, мы сларк, сларк становится жирнее Жестче А тут экзотик делаю, может потихоньку выходить в криты какие-то Может быть действительно сэнджен яшу приобрести сперва Пока фармится Шел, ну че-то Бегает, кстати, под вартом, но не успевают с ТП Они все прекрасно видят В целом ничего пока не могут А то и попытка подловить Суприма Суприм с раскаста под Вейлом Просто ладает Да, Вейл очень жесткая, конечно Тема И почему раньше не додумывались на мидерах вот такого масштаба Как Зевс, Пак, собирать этот Вейл Почему-то в ков... Вот так, вот активный уезжает Ну это сейчас я уезжает Просто раньше это в голову не приходило никому А это на самом деле так круто Попытка атаковать Алисаж, тут прячется сноубол, успевает это сделать И теперь нужно сваливать Йоку, нет, Шадоу Дэнса, между прочим Йоку, нужно быть поаккуратнее, ловит стандарт Я первый факт не проожал, но ставится хроносфера ФНГ, ФНГ, Левить и за 지금 ПКБ свой тратить Никуда на правду, но ёку, накрывается, ну и падаю Йоку, ёк, ёк, можно догонять, можно догонять, щас Ой, опасно, ПП, надо бежать, надо бежать Бегите, парни Не останавливайтесь Сваливать балдер Сваливать, сваливать, скорее всего Под... ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Оракл слился Хорошо значительные это потеря сладко припутать отомстить и словом как нужно и важный но хочется убить наверно первоочередность нишу ловит но это тут вертус прав есть 45 где туда плюс минус вот ну не знаю врк ну конечно будет сприва собирать супрема что никуда не деться хотя вот и имея поинт бусты просто выйти по кп очень хочу видеть просто супреме по кп потому что ну иначе будут разваливать в любом совмесе тарты с хп по твоей ламс там для ни один счет там почтить надо 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 иди туда ой ниша как стоит у ниши ну нет ниже по верху хп мастер разлетелешь халява а раз по герша забрать тем временем зура тоже зависла да зависла дота сейчас у нас нет нет дробнее лаг о какая но 1016 через 24 часа будет доступен для покупки кому интересно кто хочет на официальный сайт блок . тут по . ком и там вся информация есть про таблет вот как обычно там будет круто каждый год бывает круто зашел такой на бразилии примет первый кем не знаю участники в первой у них есть состав по доте 2 пейны да кс вот жесткие ребята из лимоности сша ну да там можно набрать в сша хорошая у нас товарищи там катают во всей дисциплины в канаде из канады но тоже есть а вот великобритания не знаю там лоллеры есть лоллеры да ну по-любому лолку это пишут counter-strike пишут ну что-нибудь такое ну как минимум это неплохо даже если не будет часто там много команд различных да не будет доты все равно толчок и в следующем году там обязательно все появится хотя бы что-то развивается хотя бы что-то делается это же здорово тем более олимпийский комитет потянулся вообще сказка что еще можно нам желать правильно дотером и всему киберспорту так на середине пауза отжалось игра вроде как продолжается и синхронного так вот обоютно обе команды пытаются пропушить сторонние линии крайние снизу вот видим вп сверху атены что-то появилось я вижу там был тема часть йоку вот ли получал шару у него еще много денег да с дабл демиджем он может очень круто раздать ну надо меняться товарами а товарами быстрее разменяется виртус про и может о нет я смотри эллисаж я прилетел хотят защитить это он походу так это посмотрел что у свена появляется муншард вот он тебя артефакт не пока бэн ой точнее не кристаллис не сэнджин яшу ни кирасу и раз даже тит быстро пить страдает вижен хороший хорошие тает ночью под кангов и же да ладно там ястреб есть может быть и так существует но 250 не лишний бонус хороший вопрос просто тут ли ему пить после пока б пока бы то не осталось восьми секундная там ведь потом кайтик кайтик магический про касты но фрага должны решать вопрос со своим вот он нужно кровать его по-любому в куполе в купол сразу и елку нужно разбираться при помощи там зевса и жест со всей оставшейся команды и потом заниматься светом фиро ловит суши неплохо шекл не сработал он просто делает ролик болдер это паут шекл вообще стал такие вот такой плохой возглавим вот так ему угол конечно порезали и теперь вообще половину шеклов который залетал а не работает шекл под 90 градусов уже не залетает к сожалению да да для игроков на вверх ну вообще пока мы видим в принципе неплохо получил супремум все таки один хороший мы что точно видели ой йоку собрал себе очень крутой артефакт теперь он по идее теперь он не убиваемый в треке он столько просто бить 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 без остановки линкин сфера это очень крутой артефакт да ловить останусь намного труднее конечно тизэпов там хватает но теперь все это нужно позабивать поймать период пактенка а там еще йоку сейчас поймает суприма он видит его под инвизом едет прекрасно видит фнг тоже рядышком приходит ноу фир саленс суприм успел витран прожать ползает фнг а артема зависла не кнопка по ходу р но я не заметка ментариста и мидера команды сейчас через хрону сферу и продолжу поформить мидер команды бы не оформил бы на протяжении как он там осуществить не мидера тебе жалко что ли артём я понять не могу в чем в чем проблема почему не дать хроносферу у тебя часака не бояться выйти хроносферы потом выставить чем в этом сейчас в этой хроносфере килл бы заработал он он там добил бы как раз эту виндрейнджерку заработал бы еще лишние 500 голды и он был бы у нее все хорошо приблизился к их когда его еще устрей я обязательно спрошу после игры зачем мне толкона то есть должна быть какая-то объективная причина таки фнг шарит в доте вроде как они знают что делать нужно и что не нужно делать но почему участки поставил фотосферу для меня большой вопрос просто даже не знаю ну ладно посмотрим что будет дальше йога у нас рвается все же или сам не видят никого до банку зайду видео часов будет грызть наверно снова играет это я да мы знаем это делать будут проняться все же присталис появляется из этих диро ну сейчас конечно линка не линкой а вот подставляться под удары с руки от свена конечно славку не стоит иной раз прокнет крит и ты просто отлетишь аккуратнее быть надо хотя и хп конечно много такой очень несывовый пилд получается у йога таки кстати линка да да ему нужен жир ему нужно вот от линка почему потому что у него есть такая прекрасная посевочка который пожирает характеристики и я чем дольше будет жить тем больше характеристик будет выжирать из этого в принципе не дамыш и будет ему дамыш этому сейчас не нужны если бы он собрался хоть другие артефакты был бы вопрос а бабочка бабочку пострелим драку посмотрим с нг ой хронов по одному ставит на супрема и пока не бьют его таймзелэш но рассказ супрема залетает правда у нас экзотик дир и режет режет людей коду уже изрезал минус 2 падает также веслосвойт сларк в панике пытается уйти потому что слишком много дэмэджов ему залетает пытается уйти на эфир но и сларк тоже свалит не привязала не привязала не привязала хорошо что сейчас от шекла можно отбленьковаться тебя не вяжет там где-то куда-то блинканулся раньше конечно ты блинкуешься и куда-то там думал спасся с тобой это шеф платит и щук елки тебя привязывают да ты спайн 1000 урона не скажешь так плохая хроносфера хроносфера на фендерейджер а не на свой нас энд просто пошел по драке гулять давай я не хочу нарезал резал нкода просто с фл хп уничтожил ну и потом сларку один удар прописал сларк понял что синтранс тоже не стоит ушел опускают очень серьезно свена и свен уже догнал почти догнал сларка по надфорсу надо учитывать что все-таки у сларка медас чуть ли не сначала старта ленинга скажем так но и у него на 55 больше игра интересная смотри да очень графики в нуле счет 22 22 34 минута игра ровно я а стоит это должно конечно полякам вот играть старый номером они вот очень умеют многие команды когда играют номером не просто сливаются не знаю как оброняться грамотно т.н. и в этом красавцы конечно как принимать бой как контр инициировать когда вас летают в этом плане у них полный порядок не мандражирует ничего все получается молодцы покупать себе на удивление мне ультимой торп supreme кстати говоря это не будет пока пока это скорее все будет какой-то хекс или линкаду нужно что-то такое чего спасет линкаду не знаю рошан у нас опять очень долгий 10 минут 20 секунд будет он появится тут есть 10 минут 20 секунд после первого рошана смачок 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 нужно кого-то ловить нужно ловить и спасить мидлтауру очень как-то читают все этим альтернет как будто кто-то стримит а не палит стрим кем есть гем есть у в п кем где пони гема нету гема нету а там товарищ supreme бегает в виде пока мне пока нет и благополучно сваливать все салат салал полный порядок там скоро появится уже ты дал осу своя нам 24 сейчас появится вот помимо этого артефакта да да и дался это ладно еще еще появится пайп пай появится у без мастера чистом буквально 500 колды и будет на самом деле неприятно будет нювелировать ваил ваил будет сужение не играть такой роль нового в ноль просто будет сводить и все считай что собрал ты этот ваил можно бесплатно чуть ли не продавать его а кайшар залетает видно здесь года влетает ниже права урору козу даже суприм а лоху дэнс пристали вы ставите хроносферу вообще ни в кого в бнг артём ассоциал перебрыгнул он просто перепрыгнул на хроносферу он просто перепрыгнул на хроносферу я все прекрасно понимаю так можно поставить на сцену а не так чтобы еще йоку ловит йоку ловит все подсвязочку можно под связку под связку ой и а тут он дарил от крипа потому что йоку ушел на шаду дэнс и смотрим на байбеке ты видишь вообще состояние байбеков у команды виртуз про я вижу состояние виртуз про в целом и я понимаю что но крайне недовлетворительно первым двум картам но это ужасно было опять исполненным то есть ничего не сделали фактически посмотрите сколько урона внес тот же самый зевс 0 воет 0 старик 885 вообще смешно хроносферова поставлено по никому абсолютно ужасно просто ужасно было сыграно конечно то я на сейчас просто порвали ну и сам красавчик своем просто пошел и сделать уж тоже был сделать нарезал людей несколько кусочков 2722 чушь так сегодня плохо все получается в п что не так то неужели еще не сыгрались неужели кто-то в недельного перерыва есть ответ на этот вопрос смена ролей очень сильно подействовала на игру вообще в целом нг нужно было оставаться играть на роли суппортер он во-первых он капитанец уже капитан с оффлейна сейчас получается вот он же координатором остался скорее всего но трудно трудновато делать чем с роли суппорта и это раз во вторых ты имеешь но фира и алоха дэнс это двух двух два восьмитысячных восьмитысячников у тебя в команде но поставь кого-то из них в оффлейн то они ребят это на кнопки получше жмут коль у них восемь тысяч это все же получше будет исполнять на изнаю в нг в оффлейне мне вот это не нравится у меня лучше чтобы он играл в спорте как раз кто-то играл в оффлейне там и фарм лучше будет и передвижение лучше будет и хроносфера лучше будет не в обиду артему это просто я говорю как вижу в нг он занимается макро действиями занимается какой-то работой бумажный да так сказать а организаторскими способностями скажем так и менеджерскими больше на плане перемещения своей команда ребята это исполнители они должны исполнять на планете должен исполнитель стоять заходит на рамку нас интернет и тем временем очень 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 опасно очень включаем байбэки давайте посмотрим есть у сладка есть у лины но тут понимаем что сыра егис полностью готовы а тн и кулдауны прошли на всех способностях йоку залезал паунцем супрем подловил линку сбили йоку очень опасно йоку еду дэнс йоку йоку шагу дэнс юзай он на самом деле вязать можно и ролик можно было на самом деле сейчас он просто пустую потратил свой ультимейт целую минуту его не будет хорошо и снимает а лоха раскастовался с облаку на немом вот так вот товар один удар делаю и как бы все мисс можно сейчас миссер передание просто подошел дарить к товару мисс смотри кто идет ладно разбежались а то еды теперь 30 с горя пополам забрали сейчас это собирать артефакты аурные и вот это уже станет очень плохо смотри оракла появляется микказм по 40-ой у бисмастер появляется пайп сейчас еще кто-то соберет владимир и и вот это все на самом деле это очень жестко 250 хп ничего страшного шли 40 минуты они и так драки то неплохо проводят при добавлении бафов от мекки пайпа там кота владимира там кирас и так и так далее они будут еще плотнее в драке это будет еще более неприятнее для virtus pro лишним точно не будет дополнительный артефакт действительно дополнительный баф подхилл всегда можно помочь так на середине мкб появляются у йоку ну теперь у меня появляется артефакт на свете урон теперь пить он должен бить лучата верка насобирала себя вот на линкен сферу примерно такого артефакта мы и ждали то есть думали айдингап просто иначе варим хиксов уже хиксов или дейдаллсов не знаю твен рейнджер да было бы неплохо ну что тяжелейшая ситуация в virtus pro поигрывают они пока правда 5000 и в общем то не сказать что по экономической составляющей они проваливаются на самом деле все довольно ровно но вот мы смотрим тенденцию мы смотрим проведенные файты мы понимаем что в вирту справки просто очень худо не могут они хорошо вести замес 5 на 5 на самом деле очень ровно тут как отыграет и одна и вторая команда в драке тут нужно грамотно подраться что одной что второй команде и тогда кто лучше придется тут и выиграет тут все ровно очень ровно давайте посмотрим смог вылазка возглавляет движение йоку за ним конечно распирит фнг готов давать свои хроносферы есть у него теперь уже аганим блинк дагер готов левел 16 есть еще и есть но вот единственная проблема что оттену уже на своей пазе находится шанс я стану как будто бы очень круто считают эти таки очень круто у них нету вижу на ты понимаешь что-то у них нету вижу у них висит вот этот детский сокол и все и у них больше не отлично ну смотри то есть ли это знак то знак того что противник гулять топ линия научиться нижней ли типа того да ну а вдруг команда фармит свой лес потом тоже боится вас все равно не очень круто читает а если они не видят ни одного героя они и сразу прижимается и ответочка ответочка ттн это может жестко ответка быть о еще ой какой еще лучше в сторону волшебства нужно берг поднимать да сейчас есть на левой линии поймают там елку у какого-то то это будет печально спрячь уеку нет бэбэк алоха такой пробивает деревья так вот их сбивает помощи своего своего статика должна сейчас налево полететь как-то так и запалить вот запалила запалила все вот я подбил да они поняли что все герои стоят там и защите этого товара будут принимать участие ну хорошо оттенны пока не торопятся то есть дрошан осталось там еще пять минут с небольшим можно пофармить всегда есть возможность своего например запрыгивать себя травола мундшард съесть купить себе артефакт и в конце концов сатанику не тоже не хватает есть к чему расти есть к чему стремиться до расти но также и конечно supreme артефакт тоже какие-то можно подсобрать целом пока их никто не гонит вперед вот что важно это очередная пауза с чем это раз связано это пауза ставить на эфир сейчас будут какие-то руководственные видимо замечания от парить куда идти что делать на самом деле уже конечно не так интабельно смотрит тот же самый год в драке у него он не собрал себе артефактов на эскейп из-под свена например то есть условно нет кого-то госкептера нет юла что могло бы ему спасти жизнь он не такой билд скорее больше на то чтобы нанести максимальное количество урона в драке но если ты там свен условно хроносфере не держишь то свен убивает кода за болта факты с этим нужно как-то считаться форсов кстати говоря тоже не вижу то есть вот серьезно против свена ни одного артефакта на то что нету как защитных артефактов хотя бы элементарно все артефакты атакующие даже то же самое гоним на войде там дулины линзы блинки огонимые у товарища спирита там мека но вот единственные защитные артефакты то есть да то есть игнорировать экзотик диры нельзя ни в коем случае тоже свен уже носит много-много дэмэджа полностью не считаться с ним нельзя он уже показал свой рампэдж разок должен был доказать против него нужно покупать артефакт питер гост просто фьюлы все что угодно все что позволит кайф даже глиммер кейп какой-то возьмите там и есть гем но все равно все может помогать на секунду другое уйдет из-под атака ну что ребята чего этого нет покажите нам драку красивую хоть кто-то все ждут все радничают бегать пятером друг от друга это молодого человека продаждаются на нем будет главный завес наверное этой игры ну скорее всего либо кто-то халявую просто то скорее так это я но очень быстро его заберут себе сыроедис вп зажмутся на базе и будут встречать противника когда вы почекают ульта зевса залетела он с актарином может себе позволить но все равно это такое 60 секунд без ульты раз минуту нужно попасть в тайминг это называется успеть реагировать при этом если не хотят подраться прошли много очень денег у экзотик деера миром грозам 5000 колды пока висят понимает что возможно где-то даже и байбэк потребуется травла есть и прилететь замес можно путь сразу слушали топ-линию немного вп нужно идти же сразу отбивать так вот кстати говоря окуку нашел нишу что дальше shadow dance нишу пробивает и по аут нишу неужели успеет сделать но камень отпускает гем вываливается такая связка такая связка зашла от суприма это просто это просто жесть просто байда с длинной ну просто как-то как он вяжет так этой гендрейнджеркой я не понимаю а сам суприм в итоге казалось бы шикарных героев нету байбэка а у товарища бессмастера у него есть байбэк и есть травла если сейчас поймут а тайны они не хотят чакать идти на нижнюю линию можно было сходить посмотреть что-то как не рискует не рискует ребят и они даже не знают если байбэк или нет а если есть байбэк то начнется драка они могут проиграть и заедится как думаешь прошел будет коротким или длинным они ну креме 8-минутным или 11-минутным довольно долгий вас айгис но у нас два почти рошан нужно вверх и елку нападает яку башь нужно башь 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 следующему это нужно башь от вот толки рошан нас пыли к передущей жажки не знаю посмотрим с кодом появится там даже тут его все респаунились персонажи ввп бессмахер и формят 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 зарабатывают себе много-много денег где свен ты будешь покупать себе что-то 6 300 у тебя есть сатанику должен купить это раз а потом вместо мундшарда закрепить еще кирасы и скорее всего кирасы вот ему сейчас хватается сбытком даже на сатаник ну можно кирас купить какую-нибудь попробовать можно не покупать можно может съесть на реально мундшарда купить кирас тут будет такая же скорость атаки а вот оно что это баса тоже чем продал он доминатор продал по моему если я умеешь куда-то у него не станет судя по всему интересных за тех тех вот вот необычно без сатани играть выйти с башером омпу аху хэ 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 хорошо топ контроль все же как ни крути ну решение на самом деле неплохое что это есть там очень жесткий бёрст от вп если тебе вписывают дэмэдж то тебе пишут сразу тебе не поможет никакой хелмов доминатор ну ты в принципе от вкб но тоже такой лад его выбор его жизнь от понимает а что его было будучи сатаником он там имел бы на лишнюю тысячу хп больше а сейчас он ее иметь не будет естественно и сделал акцент на урон несение дэмэдж на черное ультима это у нас ассена его йоку йоку падает уже напасно помог стрелять сбили ему линку сейчас суприм еще может прыгнуть ему а вот так вот опа и свем подловил пытается убить шедо дэнс йоку живет пока по экзотик дир бегает сваливать ниша праймал рвало ху дэнс там же суприм просто через фокус файл пробивает и ты пошел и рожан появляется буквально скоро закон подлости лин не успеет появиться к рожану весь его чек а там хроносфера поставили на из этих дир а он загулял по моему немного добить его надо сейчас пытается оракул спасти с одной собственной жизни есть геймер кейп судить и будет жить йоку что может найти глимере поут ой да ладно но если мейт закончился его йоку просто допинывает с руки там у нас с ате она еще гуляют как-то драка как-то не знаю вот так вот происходит вот в таком кругу это ужасная драка на самом деле потому что с вами понятно куда зашел просто подставилась под хроносферу их питался и но сейчас рожан тут ли в п появился и пойдут забираться будут побивать и война байбэк и не видит это дн что не драшан возможно просто запчет попытаются все таки сохранить байбэк на свете узнает но вот суприм здесь супрем должен понимать у него есть сыр долго пьют на самом деле рожан на пп это дадут подадут не хотят аршан падает понемногу кто слот освобождает для егиса вот есть слот один на пнг но первым много слотов у года есть год знает себя егис сыр пляет себе пнг вот так вот йоку еще не убиваем и станет на самом деле этот свет выбором супер башера такое себе просто слот убрал йоку еще бутерфляй уже висит курица с квадрстаффом курьер вот и полетит в ближайшее время за как раз таки эклсонгом и талисманов эвэйженом и свэн будет ой как мазать да промахивать он точно будет и возможно действительно поспешил с этим башером но описал до конца не куплен и с тем фармом что есть у свэн он может позволить себе и продать там башу потом себе приобрести что-то что нужно будет по ситуации конечно такой себе расклад но что поделать есть там уже бабочка да у вас ларка и купил себе дополнительный тельспан фэйджен успел вовремя продать лишь говоря у йоку то еще маншарта тоже нет да для этого героя тоже очень круто ну что а вот теперь все неплохо в пп у них есть сыроедес они начинают на самом деле доминировать сейчас ставочку на виртус про можно и сиоку не ошибется в какой-то там раз случайно и не подставится без байбека такой террор слушай а сэн ты реально пошепотал сутки сутками он так сделал он купился там он будет собирать всем кб все правильно сделал ему толку вот эту башню зачем типа шерсти можешь по героям все верно это логично с другой стороны он был доминатор продал купил вашу продал день тратить тему тюрем на полдом джонс к может развернули раз а треть товарищ таск точно лопать конечно и из папы и ппк но товарищи впп должны идти у нас на рампу йоку с дабл д выжим с ларк но должны 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 ловать потихонечку как-то помаленечку все у них есть дольте мои базиса только в откате остальное все имеется можно инициировать можно бросаться в бой йоку готов у него есть линка нам сыра гегису своих ребят имеется также прокат хороший снизу отбивать надо а то туда сейчас где катапульты и скобару и 6 и до лодков идет хорошо аллах конечно отпушил отформил это все здорово но пока и реализация и киса мы не видим реализация даже убийства тускара нет антире ним рефрешеру ниши факты хорошие понятное дело что свэн пока боится полноценный мкб потому что на ппк не остается понятно все как-то непонятно все как-то слишком шатко причем обе кого-то шатко а рис как раз таки от того как драку проведут конечно тут пнг должен будет уже нормально то есть кого-то все сделать если кого-то поймает пара героев без ббк или у той или другой команды то ну спортов даже вот эти которые там кто-то без ббк без васи без ббк бегает и спирит без ббк бегает с оракул без ббк бегает без этого одного героя на самом деле 4 на 5 игра может и закончится нельзя никому встревать кто без ббк но вот грифсы и так в пп побежали в тяжелее там есть кого ловить бегать за титир просветили тут что-то падает за титир гюса этого скорее всего сбить не удаст или удается фнг сбивает хроносферы отличная игра экзотик тир просел просто просел но и по ббк скорее всего будет вынужден повезло посрешил и хостах был так бы конечно не успел бы прибежать краешком сцепил на хостах говорю это наш экзотик тир и теперь ему скорее всего придется вязать байбек если он сделает байбек то не хватит на мкп пусть он бегать с мтмонейджем джевелин который в монтаре висит гоники точнее надо в по ускориться подпушивают линии две топы ими из-за правда спритит активно ниша рефрешер появляется все временем у ахе может и лагуна будет прописать качественно очень более то под гонимом и заходит йогу немного побить р3 конечно линку ему сбивают свен очень не хочет делать файбек теперь все придется что три уже упал остались голые параде доходит в нг подцепил фаин крона что дальше кейсер пытается пробить пайбек это свен у ниши большие проблемы ниша ниша падает есть пайбек все пайбек 2 свен идет свен пытается рест в рест года года не добивает код уходит свен ныряет дальше теперь попытку убить пнк пнк же за счет сыр уходит на таймфолке праймал рор он сцепиле ноутмера тоже живет тож как они живут эти в раунный рейт все-таки свен его подобрал туда но ниша есть еще один праймал рор он решет попавал пнк по их слайде милые шутбеку яху сбивает линку право роги вон где в т.к. сфер яхт 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 бэйсер то Хроносфера, через 10 секунд Хроносфера, если не умрет, Суприм, чуть не убил его, но Суприм сам подставляет чуть серьезно, не работает, Оракул уже погиб, Суприм зажал сам себя. Супримей СПБ. Ну вот нет суппорта как раз в тех самых важных. И Хроносфера есть, есть Хроносфера у Вайда. Он, блин, конется, его будет ставить, 100%. Сейчас откручивается уже у Зевца ультимейт. Да можно аккуратно просто Барнаки забирать. Снизу, 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 снизу падает тоже Барнаки и УВП. Да, 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 нет, не падает, живет, все 3 хп. А КТАБУЛЬТЫ КАПЛИТОТ БАРАК. Они бьют не тот Барнак. Они стараются, как могут. Но немного не то. Но пытается, конечно, спокойно бросаться здесь АТН, хоть кого-то подловить, на развороте не выходит. А вот Йоуку готов убивать людей. У него 12 стаков есть на посибке. Пошел вперед, просветил, конечно же, Зевс. Видно нишу, ниша после байбека, ниша. Умирать нельзя, ниша умирает. Ну я думаю, УВП нужно собираться, просто идти ломать, до конца заканчивать игру. 110 секунд есть. Бисмастер — это один из ключиков. АТН в драке. Они без него драться могут. Ой, Йоуку, ты посмотри. На Суприму еще и пошел. Налетел наглую. ОНГ здесь и двоих в рона цепляет! Отлично! Но, правда, бить Йоуку пока не может. Но она боится подставляться. По-моему, да, он не очень удачный. Такой Йоуку. Неплохо сыграно. Легкую, правда, ему сбили. Лагунов, Суприма. Суприм жив. Залетает дальше экзотикдир. Под Ораглом. Кончается ультимейт и падает СВ. Ну что ж, это Губена. Ну что, третья карта. Вот они, ВПшечки. Собрались, отыгрались. Хорошо. Было непросто, но смогли. Было очень непросто. На протяжении почти всей игры игра была равная. Да, и был рэмпэйдж даже в один момент от Свена. Мы это помним. Казалось бы, вот-вот АТН это жмут. А нет, ВП. Смогли. Переформили противника. Все-таки качественные файты. Парочку провели. Это позволило им победить в этой карте. И на один, третья решающая карта будет. Очень, конечно, напряженная встреча. Но драться, действительно, здесь есть за что. Потому что напомню, дорогие друзья, что победитель этой встречи проходит дальше по Венерам уже в полуфинал. Ну, а проигравший придется в лазераспуск. Кто спустится в лазера, кто пойдет в Венерам, мы узнаем после паузы.